Ну а начнем мы с того, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России переданным оружием призвал Германию президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев сейчас работает над тем, чтобы все страны поддержали решение о дальнобойности и предоставили соответствующее оружие. От Берлина Киев рассчитывает получить ракеты Таурус. Тему продолжат мои коллеги. САУ, машины и сотни дронов. Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В нем четыре самоходных гаубицы «Панцерхаубизн-2000» с запчастями и более 40 155-мм снарядов к ним. Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования «Висент-1» с запчастями и три плуга для разминирования, дроны-разведчики, винтовки, патроны к стрелковому оружию. Эта военная помощь предоставляется двумя различными способами. С одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники. С другой стороны, это поставки из запасов федеральных вооруженных сил. Из сообщения на сайте Министерства обороны Германии. В пакет не попали дальнобойные крылатые ракеты Таурус. Предоставить их Киев просит еще с прошлого года. Но канцлер Германии Олаф Шольц продолжает блокировать передачу. По словам Шольца, поставки Таурус якобы могут привести к эскалации, ответственность за которую понесет Германия. Я очень ясно объяснил, почему не считаю правильным поставку крылатых ракет Таурус. Их можно было бы использовать только в том случае, если вы разделяете ответственность за конечную цель. Но это то, за что я не могу и не хочу брать на себя ответственность. В то же время у нас также есть четкое представление о том, что мощное вооружение, которое мы до сих пор поставляли, артиллерия, действующие повсюду, ракетные установки, не могут быть использованы для проникновения вглубь российской территории. В то же время за предоставление Украине ракет Таурус выступают многие немецкие топ-чиновники. В том числе кандидаты на должность канцлера Фридрих Мерц и Роберт Хабек. Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не понимает, тогда должен быть следующий шаг, и ему нужно сказать, если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Таурус, чтобы уничтожить пути поставок, которые этот режим использует. Ответ на этот вопрос – да. Тем не менее, поставки оружия всегда были одними из самых трудных решений, которые приходилось принимать под ответственность правительства. Передачу Украине Таурус поддерживают и немецкие законодатели. Большинство нынешних членов немецкого парламента и даже часть правительства, за исключением канцлера Олафа Шольца, поддерживают нас. Мы должны быть в одном ряду с нашими союзниками. Их позиция изменилась. Поэтому, думаю, и позиция Германии должна измениться. Предложение о начале поставок дальнобойных ракет Таурус к Киеву немецкий парламент рассмотрит еще раз на следующей неделе. Инициативу на голосование вынесет свободная демократическая партия Германии. Администрация Байдена в США принимает решительные меры. Теперь Германия должна последовать ее примеру и передать Украине Таурус. Кристиан Дюр, лидер фракции Свободной демократической партии. В комментарии изданию Тагест Шау. Пока Бундестаг планирует голосование, вооруженные силы Украины готовятся использовать мини-таурусы. Так называют дроны-камикадзе, которые сами ориентируются на местности, используя искусственный интеллект. И могут продолжать движение к заданной цели даже в случае потери связи. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин передаст Киеву 4000 ударных беспилотников. Валерия Никипелова для телеканала Freedom. Радио Свободы в Германии присоединяется к нашему эфиру. С ней мы и обсудим эту тему. Анна, рада видеть в эфире телеканала Freedom. С уважением. Анна, ну скажите, а какие ваши ожидания по поводу рассмотрения очередного вопроса по поводу предоставления Украине ракет Таурус? И каким вам, возможно, видится, скажем так, исход этого рассмотрения, но с учетом, как мы понимаем, изменяющейся ситуации в немецком политике в целом? Что касается и дальнейшего будущего самого канцлера Германии, ну и, как мы понимаем, коалиции на перспективу. Ну, если вы спрашиваете о моих личных ожиданиях, то я всегда за. Чем больше ракет будет лететь на российскую территорию, тем ближе к конец войны и тем ближе к конец режима Путина. Однако же я не могу, к сожалению, повлиять на немецких политиков. Девушка в репортаже назвала их чиновниками. Я не знаю, насколько можно называть избранных политиков чиновниками. Это не исполнительная власть, это законодательная власть. И опять же, если мы говорим о том, что законодательная власть скоро сменится, она сменится только 23 февраля, видимо, надеемся, во время выборов в Бундестаг. Затем последуют выборы канцлера и последует формирование нового кабинета, то есть исполнительной власти, которая должна будет принимать решение о поставке Тауруса в Украину. Сейчас канцлером Германии является Олаф Шольц. Он, что называется, начальник и глава кабинета министров РГ. Сейчас Олаф Шольц противит против поставок Таурусов в Украину. И это самое главное. Дело в том, что решение Бундестага, даже если оно будет положительным, даже если большинство депутатов проголосуют за поставки Тауруса, это ничего, абсолютно ничего не значит для того момента, когда эти поставки осуществятся. Потому что свое добро на них должен дать Совет Безопасности Германии и канцлер Олаф Шольц. А пока позиция Олафа Шольца незыблема и просто ее никто не может поколебать. Если мы посмотрим на развитие событий, то да, естественно, не исключено, что когда сформируется новое правительство ФРГ, придет новый кабинет и его лидером будет предъявлять, то эти дискуссии возобновятся. Но нельзя исключать, что, опять же, это будет длиться очень долго и что, может быть, поставки Таурусов тоже не будут осуществлены, потому что в новом кабинете, видимо, также будет присутствовать Олаф Шольц и также будет присутствовать Демократическая партия Германии, канцлером, лидером которого он сейчас является, и канцлером ФРГ от этой партии он является. Олаф Шольц и его партия настроены издавна пацифистски, и они не могут пойти против избирателей, против своего левого крыла. Если мы посмотрим на то, какая ситуация в общем в Германии, то можно сказать, что большинство населения, к сожалению, против поставок Таурусов. В Германии демократия, и избранная политика ориентируется на мнение избирателей. И пока избиратели не поддерживают активно поставки Таурусов, к сожалению, эти поставки не будут осуществляться. Даже если главой кабинета министров станет Придрихмер, лидер ХДС, о котором мы сейчас говорили, то я не исключаю, что он изменит свое мнение. То есть это может быть только в том случае, если большинство избирателей ХДС будет против поставок Тауруса. Вот сейчас он говорит «да, я за». Может быть, это какие-то слова в рамках предвыборной кампании. Может быть, это какие-то слова, которые нацелены на то, что пока он не канцлер, он хочет ориентировать своих избирателей именно в этом направлении, поставлять Украине Таурусы и помогать Украине. Однако же никто не может сказать, что эти предвыборные лозунги останутся после того, как он станет канцлером. К сожалению, в Германии это так. Те лозунги, которые звучат во время избирательной кампании, потом тускнеют и исчезают. С другой стороны, здесь еще один аспект есть, что многие эксперты в Германии, которые говорят и высказывают свое мнение против Таурусов, акцентируют тот момент, что поставки Таурусов не изменят ситуацию в Украине в лучшую сторону. То есть нельзя говорить о том, что если мы сейчас поставим Таурусы, то ситуация кардинально изменится и будет нанесен огромный ущерб армии России. С одной стороны, есть эксперты, которые говорят о том, что обязательно нужно их поставлять, потому что все, что у нас есть, все, что мы можем поставить, необходимо сейчас же давать Украине. С другой стороны, есть эксперты, которые говорят, если мы поставим 150 Таурусов, а реально Таурусы, которые могут быть применены, их только 150, хотя на балансе Бундесвера их намного больше, но работоспособны только 150. И когда эксперты рассуждают, ну хорошо, если мы поставим эти Таурусовы, сейчас мы ведем дискуссию о них, мы сейчас, в общем-то, в этом балансе делаем такой большой акцент именно на Таурусов, забывая остальные важные моменты, как постоянная помощь Украине боеприпасами, другим вооружением, тем, чего только ей сейчас нужно. Мы, на самом деле, смещаем акценты и смещаем фокус поддержки. Может быть, это предвыборная кампания, политические лозунги и так далее. Но другие эксперты говорят, что, естественно, еще надо рассматривать ситуацию под тем углом зрения, что, например, если эти ракеты будут бить по российской территории, а эти ракеты имеют очень большую дальность действия, 500 километров, быть может, они могут долететь до Москвы или до московского региона. И у всех возникает вопрос, что будет в этом случае. И на этом месте все останавливаются и говорят, если Путин сейчас грозит ядерным оружием. Вот если мы представим себе, что эта ракета попадет в Кремль или куда-то еще, то, естественно, российский ответ будет разрушительным, катастрофическим. Мы не можем оценить, как среагирует на это Путин. Мы не знаем, что у него в голове. То есть это третья позиция. И вот между этими тремя позициями должен будет лавировать политик, который станет канцлером после 23 февраля 2025 года. Анна, знаете, я бы добавил. Если мы представим, что эта ракета, знаете, ликвидирует, я не знаю, несколько видов авиационных машин от МИГов до Тушек, которые чуть ли не в ежедневном режиме вылетают и бомбят ракетами мирные украинские города. Вот передайте своим, знаете, там, знакомым, экспертам, коллегам, пускай они в таком ключе рассматривают ситуацию, не думают о Москве. Да, Украина, как сегодня подтвердил сам Путин, да, комментируя использование дальнобойных орудий, да, он сам подтвердил, что были атакованы что? Что военные объекты на территории Российской Федерации? Какие могут быть вопросы, да, в случае применения подобных орудий? Ну, это так, мы немного в сторону отошли. Я хотел бы у вас далее, Анна, спросить, каковы возможные расклады в, давайте так, в будущем, да, Бундестаге и с учетом тех кандидатур на место канцлера, которые уже рассматриваются? Да, вы уже отметили и господина Мерца, господина Хабека, да, и вот хотел бы тут еще, знаете, добавить и позиции официального Киева. Украинское правительство призвало руководство Германии одобрить новые поставки оружия до внеочередных парламентских выборов. Как сообщает издание Дальш Пигель, посол Украины ФРГ Алексей Макеев подчеркнул важность бесперебойной помощи Киеву со стороны Берлина. По его словам, Бундестаг способен принимать решения даже после распада коалиции и может одобрить следующие пакеты вооружения. Услышим позицию и продолжим, Анна, с вами беседу. Пакеты вооружения, естественно, будут поставляться, это несомненно, и Бундестаг будет принимать эти решения. Дело в том, что господин Хабек и его партия зеленых, вероятно, не будут присутствовать в Бундестаге после новых выборов. После начала полномасштабной войны в Украине именно зеленые портировали вопрос поставки новых вооружений Украине. Именно Роберт Хабек говорил еще в мае 2022 года, почему не поставляем танки, почему не поставляем ракетные установки и так далее и тому подобное. Тогда его осуждали, тогда его критиковали, и потом увидели, что ни с того ни с того, вдруг все стали согласны с тем, что все это надо поставлять. Конечно, никто не исключает того, что когда-нибудь будут поставлены Таурусы. Точно так же, как мы видели эту ситуацию. Сначала она была такая, потом она кардинально изменилась. И то, что вы говорите, это была первая позиция экспертная, о которой я сказала. То есть военные эксперты, эксперты-политологи-ведущие говорят о том, что необходимо поставлять ракеты Таурусы Украине. И это главная позиция всех военных экспертов, всех политологов. К сожалению, Олаф Шольц пока что твердо стоит на своем мнении, и он еще раз его подчеркнул на своей речи в Бундестаге. Вот недавно совершенно его было заявление в Бундестаге. Он еще раз совершенно четко подчеркнул, что что касается ракет Таурусов, мы не будем поставлять их Украине, потому что мы в первую очередь должны думать о безопасности мира, о безопасности нашего населения, безопасности Европы и Германии. И поскольку эти ракеты могут провоцировать Россию на какие-то совершенно непредсказуемые ответные шаги, эти ракеты мы поставлять не будем. Вот это его позиция, это позиция его партии. Я считаю, что все может также измениться, как изменилось в 2022 году. Однако необходимо набраться терпения. С другой стороны, естественно, мы понимаем, что эти ракеты нужны ежедневно и прямо сейчас. Однако ситуация такова, что если не случится чего-то непредвиденного, эти ракеты не будут поставляться. Я думаю, что здесь необходим был бы нажим со стороны Соединенных Штатов Америки. Но мы видим, что там также ситуация нестабильная политически, что во внутренней политике Америки происходит очень много изменений. И непонятно, как среагирует на это Байден. Но я исхожу из того, что если Байден до сих пор не в состоянии был нажать на Шольца и на Германию, то этого не произойдет и до новых выборов в Гундестаге. Но это мое личное мнение на основании тех экспертных отзывов и оценки ситуации политической, которая сейчас присутствует в Германии. Анна, а скажите, а есть ли в целом, я не знаю, хоть какая-то вероятность, что Шольц и коалиция сохранятся? Или это вот вопрос решенный? Когда будет голосование? 16 декабря, по-моему, или когда? Я вот не помню. Дело в том, что вопрос о доверии к канцлеру будет в середине января, если... А, январь, да. И это вопрос не о доверии, а о недоверии к канцлеру. И, видимо, Шольц потеряет место канцлера. То есть, все исходят из этого. Это как бы вопрос решенный. Вопрос о доверии означает, что просто Бундестаг проголосует. И большинство депутатов, конечно, скажут, что они не доверяют канцлеру. После этого Бундестаг будет расформирован. Президент ФРГ Франк Вальтерштайнер сформирует Бундестаг и назначит официально день новых выборов в Бундестаг. Ну, то есть, это формальная процедура. Это чисто формальность, что Шольц не будет больше канцлером и не получит доверие Бундестага. Однако же, возвращаясь к вашему вопросу о том, сохранится ли коалиция, я могу сказать, что коалиция тоже не сохранится, потому что у зеленых очень-очень мало голосов. Свободная демократическая партия под руководством Кристиана Линднера получает совершенно неважное количество голосов. То есть, просто падая на отметку, которая даже не стоит упоминания где-то 2% или 1% и чего-то там еще. В общем-то, эта партия уже вышла из игры однозначно. Это значит, что мы должны смириться с новым раскладом партийных политических сил в Германии. Я думаю, что все партии останутся при твердом мнении, что они с альтернативной для Германии не будут вступать в коалицию. Это явно, точно, это решено. И какие у нас остаются варианты? С небольшой надеждой мы можем, конечно, сказать, что зеленые, быть может, пройдут в Бундестаг, однако их расхождения с ПДС настолько велики, что вряд ли можно исходить из того, что МЕРЦ возьмет их в коалицию. Союз СССР и Вагонгнефть тоже не рассматривается, поскольку все ведет к тому, что ХДС станет самой сильной ведущей политической силой, и ХДС будет выбирать себе своих партнеров, конечно, не будет боротаться с левыми из СССР и Вагонгнефть. Наверное, все-таки будет коалиция между ХДС и СТПГ, то есть, скажем так, МЕРЦ и Шольцем. Сегодня прозвучало, что Борис Петториус отказывается от выставления своей кандидатуры на пост канцлера, поэтому мы имеем, видимо, такой расклад, МЕРЦ канцлер, Шольц вице-канцлер, и посмотрим, что произойдет в этом случае. Я не исключаю, что Таурусы будут поставлены. Так же, как и нельзя было исключать, что Германия будет поставлять танки и ракетные установки, и ПВО для Украины. И напоследок, знаете, ну, не могу обойти эту историю, да, но скажите, вот если уже есть по сути, да, как я понимаю, добро со стороны Соединенных Штатов Америки по поводу этих дальнобойных ударов, да, и мы понимаем, что, в принципе, в том же ключе стоит рассматривать и сообщения, да, сначала явные, а потом как бы немного скрытые. Я сейчас ссылаюсь на статью в Ли Фигаро, да, которые говорили о том, ну, прямую, что, в принципе, Лондон и Париж дали добро, потом как-то так окуклили немного эту историю, там, ссылки убрали, но все же, да, мы понимаем, что процесс, он как бы происходит, и США тут точно как бы, вот, знаете, в плюсе в этом плане. А насколько в целом политика Берлина в отношении решения этого вопроса, извиняюсь за такой себе камамбур словесный, да, зависит от того, что по этому поводу думают в Вашингтоне. Да, вот если это будет сохраняться позиция, да, мы получим там, грубо говоря, нового канцлера, вице-канцлера, не нового, но как бы, человека как бы в политике все же, то вот как здесь может эта история свернуть, по вашему мнению? Дело в том, что Германия всегда смотрела на Америку, и все поставки оружия осуществлялись только после того, как Америка давала добро на поставки соответствующих видов оружия, и трансатлантические связи, отношения всегда играли мега важную роль для Германии. После Второй мировой войны это был единственный партнер, на который всегда оглядывались, всегда смотрели, и без которого не предпринимался ни один шаг. Вот это нельзя недооценивать. Я удивляюсь, что многие политологи, которых я слышу, русскоязычные, абсолютно упускают этот фактор. Он самый главный для любого вопроса о поставках оружия. И если вы посмотрите, оглянувшись назад, когда Германия поставляла те или иные виды оружия, она их поставляла только тогда, когда их начинала поставлять Америка. Сейчас ситуация другая. Сейчас все невероятно расстроены тем, что Трамп будет будущим президентом США, поскольку он, очевидно, совершенно непредсказуем, он лжет, и непонятно, что от него можно ожидать. Байден остается еще президентом, но он фактически не может принимать каких-то далеко идущих решений. То есть он не может повлиять ни на Германию, ни на Шольца. Шольц и Байден хорошо работали вместе. Байден поставил, Шольц ответил тем же. Байден сказал, Шольц пошел за ним. Новое правительство США не будет оглядываться на Германию. Мы видим, в какой кабинет избрал себе Трамп. Это, как тут говорят, кабинет монстров. И я думаю, что вот именно этот фактор непредсказуемости, этот фактор шока, этот фактор неведения, что же будет в будущем, просто паралитует политиков в Германии. Они не могут ничего сказать и не могут принять никакого решения. С другой стороны, хорошо, что грохнулась эта наша коалиция, которая никогда не в состоянии была как-то находить актуальные ответы на самые насущные вопросы внутренней внешней политики. Это хорошо, что будет новая коалиция, что к власти придут новые политические силы. Однако, опять же, Мерти-Трамп – это тоже неоптимальная супружеская пара, и можно ожидать все, что угодно от них. Можно ожидать абсолютно непредсказуемых каких-то новых решений. И можно ожидать того, что Германия отпачкуется наконец-то от США и будет принимать решения автономно. Может быть, с поглядкой на Великобританию – это первое, и потом уже на Евросоюз. Тут Франция как-то не играет никакой роли, потому что главное Евросоюз все-таки остается. Ну, Анна, спасибо вам за разговор, за то, что вот так нам, знаете, разложили и будущие расклады, как мы понимаем. Будем наблюдать за ситуацией, и с вашей помощью будем разбираться в том, что происходит и в отношении немецкой политики. Благодарю. Анна Роза, корреспондент радио… Спасибо вам. Анна Роза, корреспондент радио «Свобода» в Германии, была с нами на прямой связи. Ну, а…